Здравствуйте, братья и сестры! Мир вам! Сегодня мы поищем и найдем еще одну тайну Креста в Писаниях Старозаветных. Итак, это будет 48 глава книги Бятия. Если помните, Иосиф был продан братьями своими из зависти во образ Христа, убитого из зависти и воскресшего тридневно, братьями, то есть своими. А те ему завидовали, что он знает больше, любим больше, открыто ему нечто, и что они попророчили, должны поклониться ему, что потом и исполнилось. Но они, конечно, вперед не глядели и продали его в рабство. Отцу сказали, что сын твой умер, любимый сын твой умер, и порвали одежду его, измазали кровью козленка, и говорит, дикий зверь, наверное, растерзал его. В общем, они продали брата из зависти и покусились убить отца, потому что старик сказал, что с печалью сойду в преисподнюю. Померкла жизнь, любимый ребенок погиб. Но потом он увидел его, когда голод заставил вернуться в Египет, не вернуться, вернее, а прийти в Египет за хлебом. Там открылась эта встреча удивительная. И Иосиф, который был второй после фараона, и в славе своей тоже был образ Господа Иисуса Христа, о чем мы тоже должны будем поговорить чуть-чуть подробнее, он привел ему сыновей своих, которых родил в земле изгнания в Египте. Митсраиме. Детей звали Ефрем и Моносия. Яков был несказанно счастлив. Это все я просто пересказываю им 48 главу и некоторые вещи до нее, а вы потом почитайте сами, но кое-что мы прочтем вместе. И вот Яков говорит, что я и тебя-то уже похоронил, так сказать, не надеялся видеть, а я теперь вижу сыновей твоих. И он взял их как сыновей своих, потому что Иосиф дал два колена, как раз Ефрем и Моносия – это колени, как дети Якова стали. Сказал Израиль, не надеялся видеть лицо твое, и вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен, его поклонился лицом с им до земли, и взял Иосиф обоих сыновей своих, и Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, и Моносию в левую свою руку против правой Израиля. Меноша был старший. И подвел их к нему. То есть вот под правую руку подошел Моносия, а под левую – Ефрем. Нужно было благословить их, но, очевидно, положить руки на головы и какую-то молитву сказать, как это было с историей Исава и самого Якова, как это вообще бывает у людей. Но Израиль, то есть Яков, простер правую свою руку и положил на голову Ефрему, то есть младшему, хотя всей был меньший, а левую – на голову Моносии. Вот таким крестоположением. И благословил, и сказал их. Значит, вот Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех. Да будет наречено на них имя мое, имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли. И увидел Иосиф, что отец положил правую руку на голову младшего, Ефрема, и прискорбно было ему, и взял руку отца свою, переложить ее с головы Ефрема на голову Моносии, и сказал, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на него, на его голову правую руку твою. Но отец не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, будет больше его. И от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, там еще дальше пишется, какая молитва. Вот вам крестоположение, рукоположение рук Якова в знаке креста, откуда приходит благословение. Именно таким образом берет священник дискос и чашу, вот именно так, правая сверху левой, когда поднимает твоя от твоих Богу живому за всех и за вся на литургии. То есть благословение Якова литургическое у священника всегда на руках, потому что он именно так скрещивает руки, приподнимая и вознося Богу евхаристические дары. От креста приходит благословение. Кстати говоря, правая сверху левой, кладутся руки на грудь причастникам, когда он идет к чаше. Это заменяет собой крестное знамение. Это является благословением Якова, потому что перекрещенные руки приносят благословение верующему человеку. Если желаете, так в гробу лежат покойники, христиане. И это последнее рукоположение, вот такое крестом правое сверху левое, это последнее крестное знамение, если хотите. То есть вот ты идешь на встречу с Господом, сложивши руки крестом, ибо Христос моя сила, а крест моя надежда, и крестом ограждаем и врагу противляемся. Значит, это была 48 глава книги Бытия, в которой как раз вот это трогательное событие встречи Якова с Иосифом, который не умер, но жив, да еще и в славе, как Иисус нас умер, но жив, еще и в славе сегодня. Значит, и встреча с его детьми Иосифа, то есть внуками Якова, которых он усыновил и благословил, но не вот так, а вот так. Это все вошло и в литургическое сознание, и в плоти кровь верующих людей, и вообще, чтобы любить, например, службу Божию, литургию, нужно читать Библию, и так говорят многие люди, которые знают, о чем они говорят. Итак, крест, хранитель всей вселенной, перед нами сегодня, крест, на котором Иисус грехи наши растерзал, а пророчество он сегодня для нас с вами, 48 главой книги Бытия. Читайте Писание, пока не поздно. Пренебрежители Божьих слов внезапно восхищаются с земли и уже не возвращаются. Читайте. До свидания.